Избирательная кампания начинается с января, поэтому решать еще нет необходимости. Я хочу посмотреть, как сложится электоральная, политическая карта, какие события произойдут в этой стране и какой уровень поддержки будет у нас. Если мы сможем действительно бороться, а не составить техническую конкуренцию, то, естественно, у нас будет кандидат. Если нет, то нет. На какой регион вы больше всего рассчитываете? Мы рассчитываем на людей с определенной идеологией, а не на регион. И я считаю, что это пагубное деление, деление на юго-восток, там центр и западную часть. Это технологическое разделение, чтобы технологи могли проводить те или иные политические силы. Я считаю, что те люди, которые нас идеологически поддерживают, есть на территории всей страны. Какие эти переговоры у вас ведутся с другими, возможно... Очень много ко мне приезжает лидеров не крупных партий, а в основном социалистического толка, которые готовы просто вливаться в наши движения, в наши партийные силы. Сателетическое – это каплин? Нет, конечно. Ну, давайте клоуны... Ну, не будем просто... Цирк уехал, все остались. Еще Киеву скажите, что он социалист. Просто это, скажем так, поле людей, которые больше верят в государственную ответственность перед гражданами. Да, оно большое. Сейчас на нем появилась куча паразитов, которые, просто спекулируя этой идеей, размывают электорат. Тоже технологическое решение. Это технические партии, технические кандидаты. Ну, два с половиной миллиона на заставу кандидатов в президенты у вас есть. Да, у меня есть декларация. Если вы захотите, откроете. Я не бедный человек. Продолжение следует...